ЛДПР наносит ответный удар не кулаками и плевками, а спецбумагой. Владимир Жириновский подал заявление в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовные дела против депутатов фракции Родина Андрея Савельева и Дмитрия Рогодина. Этими кадрами по танцовке лидера ЛДПР с Андреем Савельевым с наслаждением засматривалась вся страна. Трансформация Госдумы в бойцовский клуб стала событием вчерашнего дня. Так, уважаемые коллеги, я вас призываю. Владимир Вольфович, Жириновский. Уважаемые коллеги. После мордобоя обе стороны тут же сняли с себя лавры зачинателей драки. Савельев говорит, что на плеси Жириновского в свою сторону по-другому ответить не мог. Жириновский утверждает, что он, как настоящий мужчина, плевать в лицо никогда бы не стал. Случай о возможном снятии его должности в лице-стикера, опроверг, а лишение права голоса на целый месяц назвал великой думской ошибкой. Что с прокурором это? Клевок этот слюни. Это, фу, пошел он, дурацкий, фу, это что, клевок? Удары начались по мне, я никого не ударил. По мне ударил, да, это все. И он сам сказал, он сам сказал, я ему там то-то. Он даже такой наивный, потому что он еще не стал с прокурорами. Более опытный в общении с прокуратурой Владимир Жириновский сказал, что происходящее в зале записано на пленку и передано следствию. На этом попросил прессу истерию вокруг драки прекратить. Тем более, что сегодня, как оказалось, в жизни Жириновского большой праздник. Ровно 15 лет назад прошел первый съезд партии ЛДПР. Памятному дню в свет вышел 100 тонн фундаментальных трудов Владимира Вольфовича. И вообще, омрачить праздник ЛДПР не смогли даже думки-разборки. Есть что хорошего рассказать о себе, Владимиру Жириновскому? Самая популярная партия, не только внутри Российской Федерации, ЛДПР. Самый популярный человек планеты, а не только России, значит, либер ЛДПР. За 15 лет жизни ЛДПР нашла своего избирателя. Во всех саживах присутствовала в парламенте и служила, по словам Жириновского, удобрением для всей политической жизни страны. И все это, несмотря на пропагандистские происки противников. Взляеме пропаганды прицепили ко мне слово однозначно, его никогда не устремляют. Значит, фраза каждому мужикову бутылки водки никогда не произвести. Никогда. И вспоминать о проблемах избирателей, которые не затрагивали либерал-демократы по Жириновске, сам Жириновский даже и не взялся. Потому что там, где возникает проблема, там тут же появляется ЛДПР. И наоборот. Роман Супер, Евгений Погубаев, РТВА, Москва.